Слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, всех вас приветствую и благоставляю именем Иисуса Христа. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, поводом для вот этого моего такого внеочередного видеообращения послужила трагедия, сообщение о трагедии, которая произошла в России прошлым вечером, получается, 5 августа 2013 года. Сегодня уже 6 августа. И вот с утра эта новость облетела по сути весь христианский мир, в частности православный мир. И христиане разных конфессий, разных динаминаций узнали о трагедии. Убит отец Павел Адельгейм, священник Русской Православной Церкви, которого называли и называют порой совестью или же последним праведником Русской Православной Церкви. Убийство отца Павла, вчерашняя вот эта трагедия, убийство зверское отца Павла Адельгейма, как и убийство в сентябре месяце 1990 года отца Александра Мения, это еще один удар по реформации Православной Церкви. Хотя отца Павла трудно назвать именно реформатором, именно в прямом смысле этого слова, потому что он не был сторонником такой радикальной, скажу так, реформации, но был сторонником скорее умеренной реформации, либеральной реформации, или же половинчатой, можно сказать, реформации. Он, насколько я знаю, не разделял мнение именно реформаторской Православной Церкви, Христа Спасителя, архиеписком, который я являюсь, о необходимости самой радикальной реформации, как в Православной Церкви, так и в целом в христианстве. Но отец Павел, он как совестливый священник, как священнослужитель Русской Православной Церкви, он очень много сделал для того, чтобы реформация действительно состоялась. Он стал голосом совести, был голосом совести, и принимал участие в таких вот мероприятиях, о которых сегодня вспоминают в сети. Вот передо мной сейчас сообщения, десятки пришло сообщений от христиан разных конфессий, от христиан и католиков, православных, протестантов, письма с соболезнованиями по поводу гибели отца Павла, размышления о том, что есть отец Павел для Русской Православной Церкви, и вообще для православия мирового в целом. Конечно, это страшная трагедия, и вот я читаю здесь соболезнования и одна из статей, которая вот очень так вот хорошо открывает эту трагедию. Но я разместил даже у себя ссылки некоторые в социальных сетях, и ВКонтакте, и на Фейсбук, на двух моих страницах на Фейсбук, архиепископ Сергей Жуалев и Сергей Жуалев, и также вот архиепископ Сергей Жуалев на, именно в Яндексе, на моей странице, в других социальных сетях. Хотя я сегодня планирую и планировал, в общем-то, с самого утра записывать другую программу, конечно, не об отце Павле, но вот упоминание об этой трагедии и информация, это вот она, конечно, заставила пересмотреть эти планы. Дорогие друзья, пусть Бог благоставит сегодня русскую церковь делателями своими, чтобы, как вот отец Павел, чтобы сотни таких священнослужителей поднялись сегодня в русской православной церкви. Тех, кто не побоится говорить правду, и тех, кто против религиозной, мафиозной такой корруппированной системы смогут поднять свои голоса. Конечно, таких, как отец Павел, рождается в истории немного, может быть, раз в сто лет, но, знаете, пусть Господь сегодня, как господин жатвы, как хозяин виноградника, Он благоставит русскую церковь такими людьми. И в прошлом году на конференции в Москве, конференция, посвященная как раз реформации, там мало говорилось тогда о реформации, собственно, такой радикальной реформации, но именно реформации. В прошлой осени была конференция в Москве, называлась она «Реформация. Судьба русской церкви в 21 веке». И отец Павел Дергейм принимал в ней участие. К сожалению, он не сможет быть на нашей конференции в этом году. Вот через месяц, чуть больше, 14 сентября всего 2013 года состоится конференция реформаторской православной церкви. Это собор, даже скажу так, не просто конференция, это собор реформаторской православной церкви Христа Спасителя. 14 сентября в Киеве я приглашаю всех вас. И хотя отец Павел сейчас на небесах, с Господом Иисусом Христом, со всеми праведниками, но я надеюсь, что из русской церкви православной многие откликнутся и приедут на этот собор в Киев. Информация в сети более подробная. В село Готное, под Киевом, улица Дружба 21, в храме Церкви Божией Филадельфия. Пастор Геннадий Макарович Валуев предоставляет любезно здание своего храма для своей церкви, для этого очень важного мероприятия. Как и прошлый собор тоже был у нас в этом храме. И мы ждем гостей из разных церквей. И, конечно, мы не молимся, как церковь, и я лично, как христианин, мы не молимся за упокой. И если бы это было раньше, я бы молился за упокой отца Павла. Но я молюсь только лишь за здравие. И в нашей церкви мы молимся за здравие, только лишь потому, что это согласие со Словом Божьим. Мы отказались от оккультной практики вымаливания умерших. И призываем к этому других православных христиан. Но отца Павла можно сегодня вспомнить, как героя веры, как написано было в постаннике евреям. Поминайте наставников ваших, которые проповедрили вам Слово Божье. И взирая на кончину их жизни написано, подражайте вере их. Будем подражать жизни этого праведника и идти за Иисусом Христом и исполнять его святую волю. Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья, во имя Господа Иисуса Христа. Приветствую всех вас. Еще раз Сергей Журавлев, архиепископ реформаторской православной церкви Христа Спасителя. С Богом, дорогие друзья. Мир вам.